Три года космический чайник Софьи Мишалкиной пылился на полках детской школы искусств номер два. Но этим летом девушка представила свою работу на международном конкурсе «Комната моей мечты» в Санкт-Петербурге. Космический чайник занял второе место в номинации «В согласии с природой». Изначально возникла идея сделать что-то, связанное с космосом, потому что все работы связаны с космосом, в основном такие красивые получаются, неземные. Международный конкурс «Комната моей мечты» проходил в два этапа. Сначала юным дизайнерам предстояло пройти заочный этап, по итогам которого жюри отобрало лучшие проекты. Работы оценивали люди, которые уже сами участвовали в этом конкурсе. Некоторые участвовали в нем 20 лет назад. Они имеют представление, какие работы нужны. И сегодня мы берем с них примеры. В этом году конкурс посвятили чистой линии и экодизайну. Всего за победу боролись более тысячи ребят со всей России. Все наши работы были посвящены природе. То есть девочки с отделения дизайн делали кукол. Дети думали, как переработать, допустим, какой-то материал сделать из вторичного сырья работу. В номинации «Макет комнаты» третье место заняла Юлия Тюлюба. А Надежда Жуненко стала обладателем премии «Симпатия жюри». Торжественное награждение победителей и призеров пройдет этой осенью в Санкт-Петербурге. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.